Меня зовут Василий Рылов, я ведущий разработчик компании Contour. Сегодня поговорим про MVI и машинное состояние и рассмотрим, как на практике можно сочетать эти подходы, используя библиотеку Visual FSM. Последние четыре года я работаю тем лидом команды Contour Market Casa, специализируюсь на архитектуре и инфраструктуре разработки мобильных приложений. Я являюсь разработчиком библиотеки Visual FSM, поэтому постараюсь сегодня показать все тонкости максимально подробно и ответить на все ваши вопросы. Сегодня поговорим про MVI и машинное состояние, расскажу про возможности библиотеки Visual FSM, рассмотрим из каких базовых классов она состоит и на примере демонстрационного проекта покажу, как с ней работать. В последние годы архитектура взаимодействия VIEW и модели MVI приобретает популярность, ее характеризует однонаправленный поток данных и неизменяемые объекты между VIEW и моделью. Конечные автоматы — это абстракция, которая имеет один вход и один выход, и в каждый момент времени находится в одном из конечного множества состояний. Если вы используете у себя в проекте какую-либо MVI-like или Redux-like библиотеку и описываете ваше состояние в виде силот-класса, то, скорее всего, так или иначе, вам приходится писать много кода для описания возможных переходов между этими состояниями. Так делали и мы. Необходимо было найти способ, как такие переходы можно было проверить в тестах и провалидировать, что все переходы корректны. Также, поскольку переходов много, нужно было находить место внесения изменений, и если у нас много состояний и много экшенов, то это очень большое множество на пересечении. Мы придумали, как анализировать эти переходы, используя исходный код. Если попробовать описать библиотеку Visual FSM на одном слайде, то это библиотека для реализации архитектуры MVI, плюс API для описания машинно-состояний, плюс кодогенерация KSP для того, чтобы не писать много кода, для того, чтобы в рантайме все эти переходы получать, достаточно описать дженерики класс начального состояния, класс конечного состояния, все остальное за вас сделает кодогенератор, плюс это инструменты анализа и визуализации полученного графа. Дополнительно рассмотрим отдельные возможности библиотеки. Visual FSM — это один набор моделей для описания MVI-архитектуры и стейт-машины. Visual FSM позволяет строить граф стейт-машины, анализируя исходный код. Поскольку мы получили граф, мы можем его провизуализировать и написать проверки этого графа в тестах на достижимость состояний, на тупиковые состояния. Также в библиотеке есть концепция асинкворкера, которая позволяет удобно обрабатывать асинхронные запросы в состоянии, в которых необходимо запускать какую-то асинхронную работу, и чтобы также видеть эту асинхронную работу на графе перехода в состояние. Далее поговорим подробнее про каждый из моментов. Первый — это визуализация. Визуализация позволяет понимать сложную логику, видеть фактическую реализацию переходов, не ту, которая запланирована, а ту, которая построена прямо сейчас по исходному коду. Соответственно, если вы строите визуализацию на CI, то можно посмотреть изменения вашего графа для каждой вашей ветки. Визуализация полезна при поиске ошибок. У нас был случай на продакшн, когда пользователь не мог из диалога перейти на экран, который ему был необходим, и достаточно было посмотреть на диаграмму состояний, чтобы понять, что мы просто забыли реализовать один из переходов. При изменении требований или написании новой функциональности, глядя на диаграмму состояний, можно найти удобно, куда необходимо внести изменения, какие необходимо добавить состояния и переходы. При рефакторинге можно по диаграмме состояний понять, что диаграмму можно разбить на несколько стоит машин, или наоборот, несколько стоит машин объединить в одну общую. Для тестировщика диаграмма состояний помогает описывать тестовые сценарии. По диаграмме состояний он может убедиться, что сценарии покрывают максимальное количество состояний и переходов, которые совершает пользователь. Визуализация на примере выглядит вот так. Это демонстрационная стоит машина, упрощенная авторизацией и регистрацией пользователя. Сверху видно начальное состояние системы, это экран авторизации. Есть промежуточное состояние, например, экран регистрации. И терминальное состояние, это пользователь авторизован. Также обратите внимание на состояние с припиской SyncworkState. Про них расскажу подробнее, когда буду рассказывать про Syncwork. Можно возразить и сказать, что хорошо написанный код, соблюдая архитектуру. И если писать комментарии, то по такому коду можно построить такую схему самостоятельно. Но это удобно только для небольших схем. Для того, чтобы сделать такое визуальное описание, необходимо знать язык и используемый фреймворк. То есть это недоступно членам команды, которые не пишут код, например, аналитики или тестировщики. Даже если построить такую схему, то она будет в голове одного разработчика, тот, который разбирается с задачей в данный момент. И если он захочет ее где-то закрепить в каком-нибудь вики, то эта схема постепенно устаревает. И, как правило, не доходится времени для того, чтобы постоянно актуализировать эту схему по мере внесения изменений. Поскольку у нас граф доступен в тестовой среде, мы можем некоторые проверки выполнить автоматически. Например, проверить то, что граф является связным и все состояния достижимы. Для того, чтобы производить такие проверки с помощью нашей библиотеки, нет необходимости вспоминать теорию графов. Все распространенные проверки уже есть в виде готовых для этого методов. Также можно проверить множество всех терминальных состояний. Если заранее известно, что в данном процессе есть один или два терминальных состояния, если мы зафиксируем это в юнит-тесте, то во время рефакторинга или добавления нового кода, если разработчик добавит какое-то состояние, и оно окажется тупиковым, то соответствующий тест упадет. Также можно получить в тестовой среде граф в виде списка ребер или словаря смежности для реализации любых кастомных проверок по графу. Далее расскажу про концепцию Async Worker. Async Worker подписывается на состояние и позволяет обрабатывать те из них, в которых предусматривается какая-либо асинхронная работа. То есть он управляет запуском или остановкой асинхронных операций и передает результат в стейт-машину. Async Worker — это не замена Kotlin Coroutine или RxJava. Как раз наоборот, он работает, используя Kotlin Coroutine или RxJava, в зависимости от того, что вы используете у себя в проекте. Рассмотрим на примере, как работает Async Worker. Вот есть у нас некая стейт-машина, на вход которой поступают новые экшены. Вызывается некая функция Reduce, которая по старому состоянию и новым данным, которые переданы в экшен, генерирует какое-то новое состояние и отдает подписчикам. Соответственно, Vue взаимодействует со стейт-машиной следующим образом. Vue порождает новые экшены и получает по подписке измененное состояние. Точно таким же образом подключается к стейт-машине Async Worker, только Async Worker является уже частью вашей фичи. Он работает внутри фичи модуля и также порождает экшены и слушает состояние для того, чтобы запускать или останавливать нужную асинхронную работу. Рассмотрим на примере. Вот мы видим экран авторизации пользователя. Если пользователь нажмет на кнопку Sign In, соответственно, Vue сгенерирует экшен старт процесса аутентификации. Редюсер на основании данных, переданных в экшен, сменит состояние на сам процесс аутентификации, поскольку в процессе аутентификации подразумевается синхронная работа, что будет обращение к некоторому юзкейсу или интерактору для получения результата авторизации. А Async Worker на такой стейт, соответственно, запустит необходимый юзкейс или метод интерактора и будет дожидаться от него ответа. А Vue отобразит loader. На экране видно, что кнопочка login сменилась на progress bar. После того, как Async Worker получит результат от интерактора, он передаст экшен обработки результата аутентификации и стоит машина согласно этому результату, сгенерирует новое состояние и отдаст его подписчикам. Поскольку новое состояние – это пользователь авторизован, Vue отобразит соответствующий экран, что пользователь авторизован, а Async Worker просто проигнорирует это состояние, так как в нем нет необходимости запускать какие-то асинхронные процессы. Рассмотрим базовые классы библиотеки. Их на самом деле немного. Основными классами – это, собственно, классы состояний, в которых вы описываете ваше состояние. Это класс действия, экшен, в котором в качестве inner-классов мы перечисляем наши классы переходов в Transition, в дженерике которых указываем начальное и конечное состояние перехода. Это класс Async Worker, который управляет асинхронной работой. И можно передать реализацию интерфейса Transition Callback для реализации какой-либо сторонней логики для State Machine, например, такой, как логирование или запись Business Metric, или удобно его использовать с целью отладки. И основным классом – это класс Fitcher. Он является фасадом к нашей State Machine. Через него происходит все взаимодействие со State Machine, в том числе конфигурация, подписка на состояние и запуск новых экшенов. Если у вас в проекте используется RxJava, то для этого есть специальный модуль у библиотеки, который предоставляет классы Fitcher Rx и Async Worker Rx, которые работают с потоками RxJava. Рассмотрим чуть подробнее, как выглядит имплементация класса Fitcher. Мы передаем в него минимально необходимый набор. Это какое-то начальное состояние, с которого стоит машине необходимо начать работу или продолжить в случае, если ваше приложение было уничтожено системой и восстановлено, или была какая-то смена конфигурации. Соответственно, то состояние, которое будет передано в качестве Initial, оно будет начальным для продолжения работы. С помощью Fitcher, как я уже говорил, можно подписаться на состояние и выполнять какие-либо экшены. Далее рассмотрим, какие инструменты есть для Visual FSM. Инструменты Visual FSM подключаются отдельным модулем. Это Visual FSM Tools. Они используют Reflection API и подключаются к тестовой среде, то есть подключаются к вашим юнит-тестам. Среди доступных методов это построение графа, это получение списка всех финальных состояний, получение списка всех недостижимых состояний, если граф оказался несвязанным, и получение графа в виде списка ребер или словаря смежности для реализации кастомных проверок. Рассмотрим подробнее, как проверить, что все состояния достижимы в вашем юнит-тесте. Для этого необходимо вызвать метод GetUnrichableStates и передать в него базовые классы вашей стейт-машины, после чего необходимо проверить, что этот список пустой. Соответственно, если граф связан и все состояния достижимы, то такой тест пройдет. Если же в ходе рефакторинга было добавлено какое-то состояние, которое оказалось несвязанным, и вы попробуете провизуализировать вашу стейт-машину, то на визуализации такое состояние будет отмечено в красном кружке, то есть также, глядя на схему, можно понять, что с вашей стейт-машиной что-то не так. Таким же образом можно проверить список всех терминальных состояний. Соответственно, в стейт-машине примера есть только одно терминальное состояние, и пользователь авторизован. Если будут добавлены какие-то еще состояния, которые окажутся тупиковыми, то данный тест упадет. Для того, чтобы провести визуализацию графа на рабочей машине разработчика, необходимо вывести результат работы метода GenerateDegraph в консоль. Соответственно, если вы строите графы на CI, то результат работы необходимо вывести в файл, для того чтобы на CI с помощью утилиты GraphVis сгенерировать картинку. В нашем же случае мы просто выводим результат работы метода в консоль, и после чего можно будет скопировать этот текст и воспользоваться любым онлайн-инструментом, либо офлайн-инструментом, который позволяет визуализировать .файл. Советую GraphVis Online или WebGraphVis для таких целей. Основным преимуществом нашей библиотеки является то, что нет необходимости для описания стейт-машины строить какие-то конфигураторы или билдеры, где-то ее целиком описывать. Достаточно просто добавлять в ваш исходный код новые состояния и новые экшены, и поскольку для построения используется анализ исходного кода, то такие состояния и экшены автоматически становятся частью вашей стейт-машины. Кроме разработки, данное решение полезно и для других членов команды, например, для аналитика. Если он описывает какой-то новый функционал системы, он опирается на текущую фактическую реализацию. Полезно для тестирования. Интересным примером является, если во время прохождения ваших UI-тестов записывать граф фактических переходов, используя Transition Callbacks, то можно сопоставить граф полных переходов с графом фактических переходов и подчеркнуть те переходы, которые не были выполнены в процессе прохождения UI-тестов. Соответственно, эти переходы, они первые кандидаты для проведения ручного регресса либо для написания следующих UI-тестов. Также данное решение полезно новичкам, поскольку если в вашем проекте сложная предметная область и сложные процессы, то проще вникнуть в них, если смотреть на визуализацию. Соответственно, для того, чтобы все это работало для других членов команды, для этого совет такой описывать классы состояний и именование переходов так, чтобы это было привязано больше не к исходному коду программы, а отражало предметную область. Для того, чтобы, читая граф, можно было понять, что здесь происходит, и человеку со стороны. В каком проекте использовать библиотеку? Если вы только выбираете MVI-библиотеку в себе в проект, обратите внимание на Visual FSM. Если в вашей предметной области много логики, и ее удобно описывать в формате конечных автоматов. Если у вас уже есть стейт-машины, но не хватает инструментов для их анализа или визуализации. Если в вашем проекте много асинхронной работы, например, в проекте Contour Market Cast, асинхронная работа производится не только с бэкэндом, но и взаимодействием с различным железом, и такую логику удобно упорядочивать, используя концепцию асинкворкера. Далее рассмотрим, как на примере использовать библиотеку. Исходный код примера доступен по указанной ссылке в GitHub. Также это не единственный пример использования библиотеки open-source. Ссылки на все примеры можно найти на странице в GitHub библиотеки Visual FSM. Рассмотрим структуру проекта. В нашем примере фичи описываются отдельными пакетами. Если в вашем проекте используются фичи-модули, то как раз удобно описывать каждую фичи в своем фичи-модули. Также для того, чтобы попробовать библиотеку в вашем проекте, для этого не обязательно переписывать весь проект. Можно реализовать какую-либо новую логику на этой библиотеке, либо отрефакторить какую-то старую логику. В целом, весь остальной API — это передача экшенов и подписка на состояние, используя к рутин-флоу или эрик-джаву. Он такой же, как и в других библиотеках. В нашем примере реализована только одна фича. Это фича авторизации пользователя. Рассмотрим, какой минимально необходимый набор классов нужно реализовать для того, чтобы все заработало. Соответственно, есть некоторые дата-классы, с помощью которых мы передаем данные в экшены. есть некое описание DI-модуля, в котором мы можем описать зависимость стейт-машины от нашего стейта для возобновления состояния при пересоздании экрана, пересоздании процесса. Саму стейт-машину мы описываем в пакете FSM. Рассмотрим, какие классы необходимо для стейт-машины реализовать. Начать стоит с описания ваших состояний. Состояния описываются в виде силот-класса. Соответственно, для этого необходимо пометить ваш силот-класс интерфейсом стейт и описать все ваши состояния внутри силот-класса, либо в том же пакете, если вы описываете их отдельными файлами, но также в виде силот-класса. Кроме состояний, необходимо реализовать набор действий, которые будут выполнять переходы между этими состояниями. В качестве примера рассмотрим действие старта процесса аутентификации. Поскольку данное действие безусловное, то есть есть только один переход, мы описываем один класс транзишена, это Authentication Start. Соответственно, в дженерике транзишена мы указываем, с какого состояния это логин, в какое состояние будет выполнен переход. Это Authenticating. После того, как мы в дженерике указали, остальные методы нам помогают писать IDE, то есть реализуя метод Transform, который конструирует новое состояние, уже нельзя будет ошибиться в том, какое состояние необходимо вернуть. Соответственно, для метода Transform, в качестве аргумента приходит старое состояние, и на основе старого состояния можно передать какие-то данные в новое состояние. Пример чуть сложнее. Если у нас есть некое ветвление, это действие обработка результата аутентификации. Соответственно, в зависимости от результата у нас выполнится переход либо Success, это успешная аутентификация, либо BadCredential, если у нас неверное имя или пароль. Мы описываем два inner-класса. Поскольку есть ветвление, и от начального состояния Authenticating есть варианты перейти либо в пользователь авторизован, либо вернуться на экран логина, мы описываем метод Predicat, в котором мы прописываем условия выбора перехода. Соответственно, в пользователь авторизован мы перейдем, если у нас результат аутентификации успешный, либо в случае ошибки мы вернемся на состояние логина. Также описываем метод Transform, который конструирует новое состояние. Обратите внимание, при возврате на экран логина мы передаем состояние сообщения об ошибке, которое будет отображено пользователю, чтобы он понял, по какой причине у него произошел возврат на экран логина. Также рассмотрим, как у нас описан AsyncWorker. AsyncWorker подписывается на состояние, с помощью метода onNextState. Соответственно, в него приходит состояние, и в данной StateMachine нас интересует состояние, это аутентификация и регистрация. Далее, в зависимости от того, какое пришло состояние, AsyncWorker порождает необходимую таску. В таске можно описать стратегию запуска или остановки операции. Я не буду перечислять все стратегии, они описаны в документации, но с помощью этих стратегий можно гибко управлять, что мы хотим сделать, если какая-то операция уже работает. То есть, если эта операция не соответствует этому состоянию, то она в любом случае остановится. Если в данном состоянии есть вариации, например, мы можем перезапустить работу, если состояние полностью эквивалентно, либо можем дождаться результата предыдущей работы, то это все можно сконфигурировать в виде вот этих стратегий. Ну и внутри стратегии мы обращаемся к интерактору. В данном случае у нас интерактор возвращает корутину, и как только результат работы интерактора будет доступен, мы его передадим обратно в StateMachine, используя метод просит. Далее рассмотрим класс фича. Это наш фасад для взаимодействия с StateMachine. Соответственно, в классе фича мы передаем необходимые зависимости для нашей фичи, конструируем ее, передаем начальное состояние. Обратите внимание на метод ProvideTransitionFactory. Как раз этот метод выполняет подстановку сгенерированного с помощью KSP доступного в рантайме списка всех переходов. Поскольку, как вы могли заметить, мы нигде не описываем список переходов, описываем только сами транзишены. Этот список, он генерируется автоматически. также в классе фичи можно удобно реализовать фасад для ваших экшенов, для того, чтобы из вьюшки не прописывать просит и там перечислять какие-то экшены, или для того, чтобы закрыть вашу фичу через DI, и чтобы сам проект ничего не знал о том, что существуют какие-то в вашем фиче модуле экшены, то достаточно реализовать интерфейс для фичи и, соответственно, предоставить методы, которые будут выполнять экшены соответствующие. В данной фиче вот на скриншот влезло, врезали методы перехода смены flow на регистрацию, возврат на логин, выход, и далее можете посмотреть на GitHub. Также внутри фичи модуля описываются все необходимые юзкейсы или интеракторы, в которых, собственно, происходит какая-то, описана какая-то логика. В данном примере только один интерактор, интерактор авторизации. Тесты для вашей эстейт-машины необходимо писать в пакете тестов, соответственно, подключив к тестам модуль Visual 4SIM Tools. Пример тестов я показывать не буду. Показывал на предыдущих слайдах. Они как раз были скопированы из реализации данного сэмпла. Но хочу остановить еще ваше внимание на том, как отображать ваше состояние в UI. Соответственно, для не всегда состояние стоит машины. это один к одному какие-то ваши экраны. Чаще всего стоит машина отображает именно какие-то предметные модели. Либо у вас в проекте есть несколько стоит машин, которые могут использоваться на этом экране для того, чтобы скомпоновать модель для отображения. Для этого рекомендуется писать подобные мапперы. В данном случае у нас у экрана одна стоит машина. но при этом не каждое состояние равно отдельному экрану. Соответственно, если у нас состояние стоит машины логин, мы отображаем логин скрин. Если у нас синхронное состояние процесса аутентификации, мы на самом деле отображаем тот же скрин, только на нем добавляется прогресс-пар. Это все. Для того, чтобы использовать библиотеку, достаточно описывать вот этот набор классов, которые я перечислил. Исходный код библиотеки доступен на гитхабе. Соответственно, переходите по ссылке, сканируйте QR-код, ставьте звездочки. Звездочки мотивируют разработчиков продолжать исследование и разработку библиотеки. У нас есть далеко идущие планы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы графу вашей стейт-машины добавить еще бэкстэк состояний и инструменты для работы удобные с этим бэкстэком. Сейчас уже есть ветка в гитхабе, в котором реализованы три специальных типа транзишена, которые позволяют при переходе, при смене состояния положить старый бэкстэк и в будущем легко к нему вернуться. Соответственно, подписывайтесь на репозитории и на наш телеграм-канал, ссылка будет позже, как только зарелизим, мы обязательно об этом расскажем подробнее. Также в планах разработки плагин для IDE, поскольку вся визуализация происходит на основе статичного анализа кода, мы можем отображать граф в IDE и выполнять навигацию по классам состояния перехода путем кликов по графу из плагина IDE. Спасибо за внимание. Телеграм-канал библиотеки, в котором мы рассказываем все изменения, указан на слайде. Также есть мой телеграм. Если есть какие-то вопросы по библиотеке, можете писать либо мне, либо также в библиотеке есть канал поддержки, ссылку на который вы можете найти на странице библиотеки в гитхабе. Спасибо. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.